Голландец Кор Брур занимается производством цветов уже 10 лет. В хозяйстве Розенхоф, расположенном на территории более 5 гектаров, выращивается исключительно один сорт белой розы – Валанж Плюс. По словам Кора, в день здесь срезают 16 тысяч цветов, в год 22 миллиона. Среди клиентов хозяйства есть и закупщики из Москвы, поэтому за всеми изменениями в отношениях между Голландией и России здесь следят крайне внимательно. По заявлению Россельхознадзора, новые правила связаны с тем, что вместе с голландскими цветами в страну попадает вредное насекомое – калифорнийский трипс. Кор показывает его нам на картинке. Невооруженным глазом в природе насекомое увидеть довольно сложно. Голландские фермеры научились бороться с трипсом, причем с помощью биологии, а не химии. Мы контролируем число вредных насекомых в питомнике с помощью вот таких синих липких лент. Насекомые летят на яркий цвет и приклеиваются. Таким образом, мы можем установить, сколько именно тут вредителей. Тогда мы подселяем к ним хороших жучков, которые сначала уничтожают вредители, а потом и свое потомство. Вот такой процесс. Но из-за неясности относительно проверок на российской границе и будущих поставок московским клиентам в теплице решили подстраховаться. Уже через 2-3 дня эта белая роза могла оказаться на прилавке московского магазина. Однако из-за новых правил, которые вводит Кремль, компания решила отказаться от поставок в Россию. А вот в этой теплице, где выращивают только герберы, торговлю с Россией решили пока не прекращать. По словам директора хозяйства Лейна Верхайма, 95% их цветов без трипса. И здесь пытаются довести это число до 100%, но сделать это очень трудно. Если проверять цветы очень внимательно, всегда что-то можно найти. Одно-два насекомых, рассказывает цветовод. Больше всего мы обеспокоены, что герберы не пропустят через границу. Заказов не будет. И как итог, мы потеряем много денег. Вообще в этом году дела идут хуже по сравнению с прошлым. Цветочный аукцион в городе Налдвиг под Роттердамом. Ежедневно здесь продают и покупают десятки тысяч всевозможных цветов, которые десятки фур развозят по разным странам. Здесь мы встретились с Робертом Роденбургом, директором Голландской ассоциации оптовой торговли цветами. По его словам, переговоры между Гагой и Москвой относительно цветов ведутся последние 10 лет. Однако этот спор до недавнего времени не мешал поставкам, рассказывает Роберт. Первой тройки самых популярных среди российских закупщиков цветов были хризантемы, розы и лилии. Если взять торговцев хризантемой, то можно говорить о потерях в 40%. В той же ситуации фермеры, которые выращивают 40% хризантем для российского рынка. Цены пойдут вниз. Это скажется на всем рынке хризантем. Пострадают все, в том числе российская сторона, российские клиенты. Не будет цветов, не будет бизнеса. Голландия – крупнейший игрок на российском цветочном рынке. И этот рынок здесь терять не хотят. И поэтому готовы к дальнейшим переговорам с Россией. А многие голландские фермеры уверены, что ограничения, введенные Кремлем именно сейчас, абсолютно политизированы. В хозяйстве Розенхофф тем временем думают, как минимизировать ущерб от российских нововведений. Европейский рынок цветов переполнен. И теперь те цветы, которые поставлялись в Россию, оказываются здесь, у нас, на европейском рынке. Цены снижаются. Причем не только на те цветы, что были предназначены для россиян. В хозяйстве уже работают над новой бизнес-моделью по продаже цветов и жалеют, что в России, по крайней мере в обозримом будущем, не увидят их белые розы. Продолжение следует...